Привет, друзья! Ну вот, я иногда и пошутить могу, я могу и серьёзные вещи говорить, вы меня хорошо знаете. И вот тут я проводил вебинар сейчас, и там много-много отзывов таких положительных. Я вам очень благодарен, друзья, потому что когда я сажусь, несмотря на обстоятельства, я всегда настраиваюсь. Две вещи, которые важны. Ну, во-первых, я настраиваюсь на любовь, потому что это вечные человеческие ценности. Любить, сопереживать, созидать. Об этом надо помнить. Второй фактор. Я свободен, мне от вас ничего не нужно. Но сейчас очень нужно. Что? Во-первых, я с нашим Фёдором Макаровым, который был редактором этой книжки, и выпустил книжку «Национальная идея России. Генератор будущего». Новое слово. Новое слово. Потому что я смотрю в интернете, очень часто смотрю, ну что же будет завтра. И вот обсуждают это и журналисты, и политики. Обычно они критикуют, что происходит в жизни сегодня. Да, говорят о том, что есть плохо. Мне хотелось бы сказать новое слово, и я сказал это новое слово. Это «Национальная идея России. Генератор будущего». Издательство РДР. Мне от вас ничего не нужно, и поэтому я свободен. Мне не нужно, чтобы вы покупали эту книжку. Там есть открытый фрагмент. Открытый фрагмент – кусочек, о чём эта книга. И там сразу написано, как я предлагаю, чтобы появилось это новое слово, которое заинтересовало бы всех и каждого, чтобы это был действительно мозговой штурм. Но там на самом деле это есть, и поэтому вы открытый фрагмент, его не обязательно покупать. Он открытый кусочек, вы можете посмотреть и оставить свой отзыв. Это для всех, кто хочет, чтобы был мир в мире, чтобы сократились кризисы и войны. И вот я недавно смотрю Караулова, поскольку я вам говорю о том, что я иногда просматриваю, кто что предлагает, что будет в будущем. И там Караулов разговаривает с бывшим мэром Москвы, с Гавриилом Поповым. Очень интересная, умная беседа. И Гавриил Попов говорит о том, что на самом деле сейчас идёт такая турбуленция, идёт глубинная цивилизационная переорганизация, которая касается и тысячи-тысячи лет. Глубинная, глубинная. Сейчас это слово модное. Глубинная. Ну то есть там где-то в глубинах что-то происходит, и мы только находимся как щепки в этом процессе. Да, и даже не знаем, куда несёт нас рок-событий. Иногда нам кажется, завтра будет вот так, а на самом деле мы и не знали, что мы в каком-то потоке. Это на самом деле так. Мы никогда не знаем, куда несёт нас рок-событий, как писал Есенин Великий. Так вот, вопрос заключается в том, что там Караулов задаёт вопрос. И ответ был такой, что может быть на самом деле скоро будет матриархат. Ну что это значит? Ну естественно мы понимаем, что женщина это берегиня, это существо эволюции, которое жизнь нам создаёт, которое пытается поставить детей на ноги, бережёт мужа, чтобы он стал героем, поэтом. Я вам хочу сразу сказать, что поэта чувствует поэт. Поэта чувствует поэт. Мои слова иногда становятся расхожими, и их часто употребляют, часто применяют. Даже забываю, кто это что сказал. Но поэта чувствует поэт. Как рыбак рыбака видит издалека. Ну потому что, когда мы находимся в поэтическом состоянии, и там как раз такие вот наши мозговые процессы, янь-инь, которые происходят, процессы возбуждения, торможения, выход на пик напряжения, когда мы ищем ответ на какой-то вопрос, а потом в какой-то момент напряжения переходит за этот пик, и наступает релаксация, и мы получаем ответ, потому что в этот момент мы освобождаемся от всех шаблонов, стереотипов и авторитетов, соприкасаемся с бесконечностью. Поэт, человек, который говорит с вечностью. Ну да, это такое состояние в мозге происходит. Ну я был в Калифорнии когда-то, и я там спросил у одной женщины, что это правда, что ли, что женщины управляют мужчинами. Ну она мне сказала, а ты что, не знал, что ли, об этом? Ну я сразу вспомнил тогда, что лично знал я знакомых, которые жаловались на то, чтобы научить как бы женщин, чтобы они не произносили некоторых таких слов, которые сделали их импотентами. Ну это же вообще смешно, правда? Есть, оказывается, такие волшебные слова в кавычках, которые могут мужчину сделать и героем, а могут сделать и импотентом. Да, есть такие. И вот мне там в личке кто-то написал, вот вы на вебинаре, на следующем, когда будете говорить о том, как избегать страхов, паник, выходить из этого на состояние творчества. Да, коснулись бы этой темы? Я говорю, какой? Ой, ну там, лички мы переписываем, все, а он мне говорит, чтобы всегда, ну да, как сделать, чтобы всегда, ну, мужское достоинство, да, и чтобы деньги были. чтобы всегда, ну, и чтобы деньги были. Ну, слушайте, ну это здорово, но это от женщин зависит, конечно. Конечно, это зависит от женщин. А вот Хаббард, что писал в свое время, который дианетику создал. Хаббард писал, что мужчины, они расширяют, улучшают, совершенствуют жизни, но находятся на попечении у женщин. Ну да, это вот Ян-Инь, как говорится. И вот, когда Гаврила Харитонович Попов там говорил в ответе караулу, что может новая цивилизация в этом глубинном перестраивании выйдет на матриархат, то я как раз это вспомнил и хотел сказать, что нет у каждого своей функции и природной задачи. Баланс нужен. Баланс. Не надо, чтобы мужчины доминировали и не надо, чтобы женщины доминировали. Если все в правительстве будут женщины, это вовсе не означает, что будет мир на планете. Потому что функции разные. Функции разные. Организм по-разному устроен. Надо это понимать. И поэтому я вот выдал, новую идею, которой вообще никогда не было. Это свежая идея. Сгенерировать свежую идею в нашем современном веке. Когда столько информации в интернете, столько науки в интернете, столько параллелигий, там много-много всего и про искусство. И вдруг свежее слово. Но это, конечно, я вам рекомендую. Национальная идея России, генератор будущего. Как соединить вот это вот, вечные ценности, которые вообще-то спрессованы тысячелетия в ментальности культуры Востока и западные ценности. Это вот деньги, язык, универсальный язык свободы. За деньги можно многое, чего купить, быт обустроить, там, поехать в санаторий, быть путешественником во всем мире и так далее. устроиться в любую гостиницу, купить билет на самолет. За деньги можно многое. Но есть вечные ценности, которые за деньги не купишь. Тоже и любовь настоящую за деньги не купишь. И не определишь, подхалим тебе, кто-то там подхалимничает или нет, за деньги это не узнаешь. Потому что, как сказал мне один приятель, я его спросил, а не стыдно подхалимничать? Он понимает это, что он сейчас совершает, когда он подхалим? Ну, к начальнику там или еще кого-то. Он говорит, да ты что, это же состояние души. Ну, да, в тот самый момент, когда человек это делает, уже не отдает себе отчеты в этом, что со стороны, это может видно быть, что это действительно подхалим. Ну, по-разному бывает. Я не претендую, что я истинно в последней инстанции. Естественно, я вас предлагаю размышлять это, мои мысли вслух. Я вам хочу сказать, что дело все в гармонии. Конечно, мир ищет целостность. Поэтому интенсивно развивается интернет, создаются новые коммуникации. которые тоже, в свою очередь, имеют и недостатки. Вам могут навязать такую информацию, которую вы даже не предполагали, и вам она понравится, потому что там могут быть окна овертона и так далее. Порциями давать правду, смешивать ее с неправдой. Актуализировать у вас самые такие вожделенные, такие интересные моменты. и соединять это с тем, что кому-то нужно. Особенно это делают хозяева интернета. Это те, которые владели временем, то есть, овладели этими коммуникациями. Они теперь могут диктовать нам определенные условия. Мы ничего не можем сделать, потому что мы не знаем, как отделить черное от белого, если столько существует и психологических техник манипуляций. Это очень сложно, и поэтому вот моя национальная идея России, генератор будущего, это окно в будущее. Я там прямо пишу, я как и вы, как никто, тоже не знаю этого образа будущего, но я знаю, как сделать в это будущее, чтобы заглянуть в окно. Я знаю, как это сделать. И частью этого является наша школа «Человек будущего» Homo Futurus. И участники, я всем передаю спасибо за участие в этом вебинаре, за все предложения. Да, у нас очень хорошая школа. Она как раз-таки пример, пример, как надо общаться, без всякого зазнайства, по-человечески. Вечные ценности. Вечные ценности это то, что всегда поддерживает человечество в любой неопределенности. Ну, вот об этом я и хотел сказать. Поэтому там можно посмотреть открытый фрагмент в этой национальной идее России, генератор будущего. Спасибо Фёдору Макарову, который редактировал эту книжку. Спасибо участникам «Школы человек будущего». Это на самом деле пример, окошечко в будущее. А в этой книжке как раз написано о чём мечтали. Наши величайшие философы, космисты, эти наши величайшие философы и Рерихи, и Бердяевы, но очень много и Циолковский, там очень и Пушкин, и Декабристы, и Флоренский, там очень много всего и самое главное там выделено. В чём собственность суть? Чем ментальность Востока, в которой спрессованы тысячи лет, и откуда-то собственно и произошли все религии, потому что там большое время спрессовано и выделены вечные ценности. И чем отличается ментальность западного мышления, которое сегодня говорит о глобализации, и как вот создать вот эту гармонию, потому что Россия находится между Западом и Востоком, между двумя этими ментальностями, постоянно переписывает свою историю заново. То общественная собственность на средства производства, то личное время человек должен иметь, чтобы освобождаться от подневольного труда, физического труда, постоянной задействованности. Вот недавно смотрел в интернете, там выступал психолог, говорил о том, что американские учёные там открыли, что самое главное в мозге, это ещё дефолт мозга, так называемый, то есть это состояние, когда человек не задёрган, не задействован, остаётся самим собой, а там у него в глубинах как раз-таки эволюция человечества, да, если его освободить от этих всех дёрганий, да, как смартфон перестанет он на всё реагировать, он там восстанавливается и здоровье восстанавливается и открывается у него вся генетика поколений предшествующих и к решаемым им задачам подключается опыт поколений. Да, дефолт работы мозга, но на самом деле у нас все участники школы человека будущего знают, что вот этот дефолт, так называемый, модным словом, таким страшным дефолт, а на самом деле это нулевое состояние, да, когда ваши мысли не сопровождаются эмоциями, мысли плывут как облака, и мы все умеем это делать очень простыми приёмами ключа, да, и поэтому в национальной идее России генератор будущего как раз-таки есть и ключ метод, да, потому что вот на этом мозговом штурме на международной платформе, которую я хочу создать, на которой будут представители лучшие, которых любят в своих деревнях, в своих городах, в своих странах, в мире, известные люди, могли бы вместе, как совет мудрецов, владея методом ключ, да, снимая страхи, комплексы и стереотипы, выходить на неконкурентный, человечный, человеческий, творческий, взаимно полезный дискурс. Это дискурс, который бы создал образ будущего. Ну, я знаю, как это сделать, вы посмотрите, пожалуйста. Это новое слово в интернете. Да, посмотрите. Поделитесь друг с другом, и как сегодня модно говорить, поставьте лайки, поставьте, какие-то там, напишите вопросы под видео, но много чего сделайте, что нужно, чтобы продвигалась наша школа, наш YouTube, смотрите наш сайт стрессу, и Хасайру, а в ленте YouTube, там очень много, много интересного, встречи с интересными людьми, обмененные мнения, ликбез, бесплатный, против стресса, и ссылки на вебинары, смотрите по темам. Да, все очень интересно, короче говоря, мы за мир в мире, и мы хотим, чтобы сократились кризисы и войны, и я вам сразу хочу сказать, что людьми и миром управляют не страх, не деньги, не оружие, миром управляет, миропонимание, миропонимание управляет людьми, а сегодня у людей нету миропонимания, и поэтому, чтобы создать вот этот образ будущего, нам нужен этот генератор, а этот генератор в этой национальной идее. Берите, смотрите, Редера, там есть открытый фрагмент, можете оставить отзыв для всех тех, кто интересуется тем, чтобы был мир в мире. До встречи, друзья! Сохраним разум на планете и творческое долголетие каждого. До встречи!